Девушки отдыхают Андреа Триньхери, это мои правила жизни. Баскетбол – очень умная игра. Все равно, что шахматы на бегу. При этом пятеро соперников пытаются сбить вас с ног. Я влюбился в баскетбол еще ребенком. Но вскоре я понял, что профессиональным игроком мне не стать. Тогда я осознал, что тренерская работа – прекрасный способ оставаться рядом с любимой игрой. Когда я начинал тренировать, думал, что главное в этой профессии – знание тактики. Теперь, после десятка лет работы, понял, что это максимум 30% успеха. Остаршиеся 70% – это сеть отношений с игроками, владельцами клуба, журналистами. Именно здесь и кроется разница между хорошими и великими тренером. Великий футбольный украинский тренер Валерий Лобановский однажды сказал «На поле игроки не должны думать. За них думаю я. Согласен с ним. Хоть и не на 100%. Я верю в простые схемы. Лучше меньше – это лучше. Легче играть по простой системе, нежели сложной. Ведь тогда в дело вступает инстинкт. Баскетбол – сверхбыстрая игра. На площадке нельзя слишком долго думать. Моя цель – выработать у подопечных логичный инстинкт. Мне приходится делать выбор. И талантливому игроку с сомнительным отношением к делу я всегда предпочту менее талантливого баскетболиста с безупречным характером. Последний готов каждый день полностью отдаваться команде. С такими людьми можно достичь более высоких целей. Если бы у меня была дочь, хотел бы, чтобы она вышла замуж за Кайла Хайнса. Он тот редкий случай, когда прекрасный человек еще и отменно играет в аскетбол. Два лучших специалиста в Европе – Желько Абрадович и Этер Мессина. Желько – прирожденный тренер, истинный гений. Этере достиг абсолютно всего благодаря феноменальной работоспособности и тщательному разбору каждого вопроса. Они олицетворяют два разных пути к вершине. Люблю новые испытания. Пришло время столкнуться с ними. Например, встретить настоящую русскую зиму. Это время для меня встречать русский парень. Субтитры создавал DimaTorzok